Футбольные матчи 14-го областного турнира на призы Виктора Карпова проходят сразу на двух спортивных площадках. 8 команд из Самары, Тольятти, Сызрани, Жигулевска, Отрадного и Сергиевска поделены на две группы. Две команды, показавшие лучший результат в отборочных соревнованиях, сыграют в плей-офф, а затем поборются за призовые места на пьедестале почета. Турнир для 12-летних футболистов проходит на стадионе Менталург, спортивная арена родная для известного самарского игрока и тренера крыльев советов Виктора Карпова. Его приглашали играть к себе Спартак, Зенит и Динамо. Он выступал за эти команды на международных клубных турнирах, но оставался верен одной команде. Первый матч за крылышки Виктор Карпов сыграл в далеком послевоенном 47-м году, а в 51-м он с командой занял 4-е место в чемпионате Советского Союза. Еще через два года играл в финале Кубка страны, был капитаном сборной команды СССР, дружил с Львом Яшиным и Эдуардом Стрельцовым. Я еще не видел, по крайней мере в Самаре, более увлеченного человека именно футболом. Видимо, как говорят, это в крови у него. И до сих пор, когда приезжаешь, его поздравляешь, у него телевизоры, постоянно какие-то там футбольные игры, понимаете. Вроде как бы человек уже в возрасте, уже какие-то, может быть, другие интересы, а его интересует только футбол. Сыграв за крылья Советов 266 матчей, Виктор Карпов после завершения карьеры стал главным тренером самарской команды. Привел ее к победе в чемпионате РСФСР в 64-м и в этом же году команда сыграла в финале Кубка СССР. Ветераны самарского футбола те времена вспоминают с ностальгией. Виктор Иванович Карпов – это мой тренер, который дал мне жизнь в большой спорт, где я начал карьеру профессиональную. И на протяжении где-то 11,5 лет я играл за команду РСФСР. Я очень, не то что благодарен, я просто преклоняюсь перед такими людьми. Кубок Карпову впервые прошел на 80-й юбилей прославленного футболиста и тренера. Он многие годы открывал соревнования. После финальных матчей вручал призы юным футболистам. В этом году эта традиция прекратилась. Ветерану спорта 4 марта исполнилось уже 93 года. И он по состоянию здоровья не выходит из дома. Но по рассказам друзей Виктор Карпов продолжает болеть за самарский футбол. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.